А я не купил здесь у вас, потому что у вас не интересно ничего покупать. А для того, чтобы что-то было покупать интересное, мы с вами должны поработать. Территория хорошая. Территория у вас хорошая, но я с вами вместе готов поехать. Вот туда, чтобы мы это сами увидели. Я хочу вас спросить, расскажите мне, пожалуйста, пока идет все это дело. Вот я взял резервный сельского центра нашего, Сокмелинова. Я говорю, вы говорите, что там сетчатка хорошая. Я говорю, поехали туда. Ну, поехали. Я решил давать сказку, что мы поехали. Я говорю, что вот это стоит территория высшего дома, или как там? Я не знаю. Пейер-лагеря. Юная-то дорожка. Нет, нет. Мы уже назвали его нету. Он, его специально привели в такое соответствие и в грязь. Скажите просто, это же, собственно говоря, черное. Что в таком состоянии? Призначение поменяли сельевое. А вот у нас, 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 у нас. У нас тут нормально, на что-то деньги там есть. Откуда можно пойти? Какую базу нормально? Такой смешно. Так и голосует у нас. У нас преданы. Я потом перешел на другую сторону. У нас преданы. Понимаете? Нормальный вид сюда. Понимаете? А для этого вам надо. Или то, что вам... Просто, знаете, мне стыдно. Машина въедет. С одной из нас. А дальше ты массив. Это что за наш? Значит, я знаю. Кошары? Да. А посмотрите, как Терегул к вам состоит. Я хочу вас спросить. Понимаете? Ну а что нас? Мы так не голосуем. Так вот поэтому мы с вами вместе должны объединиться. Для того, чтобы и районы совет переходили, походили. Я вам хочу своего сына, чтобы вы тоже здесь участвовали. Мы просим. Раз никого вы не избрали. Значит, над визиркой. И мы будем давить немножко на район, на область я начинаю давить по этому вопросу. Решается проблема. Есть программа, связанная с Терегулским лиманом. Это стоит уже 90 миллионов гривен. Верховная Рада рассматривает этот вопрос. Сейчас должен депутатский корпус областного совета, депутатский корпус Николаевского областного совета встретиться по этому вопросу. И обсуждать. И Николаев должен часть директора положить. И наш областной совет часть директора положить. И мы тогда будем восстанавливать Терегул. Терегул – это важнейший вопрос. Это жизнь всех сел, которые тут находятся. Понимаете? А тут сегодня, я смотрю, беспредел идет в рыбачестве. Я прошу прощения. Песок. То есть вы не контролируете сами свою территорию. Слушайте, я не можу ваше имя и отчество, я вас наболіла. Пан не вымолю. Пан Олег, будем по-украински. Вы знаете, а нема самой головной особи, а где наш дыркач? А как же вы работу приняли? Вот это как? Вы уже приняли от дыркача, еще ничего не приняли? А потом сказать, а его уже нема. И территории нема, и хавайся. Что же мы будем шукать? Дыркача нема, территории нема. Границы не знают. А ну юридически по-человечески. Сегодня народ прошла самая главная аминистрация, которая могла произойти. Люди проголосовали. Какого народ такое правительство, народ избирает своих депутатов? Демократия не очень хорошая, но другого способа пока сегодня нет. Вы сегодня, вот, а я вам не мешаю? Не-не-не-не. Глава сельского совета будет у него принимать дела. Сейчас избрали вас. Вы теперь будете вместе сотрудничать и работать. Пожалуйста, работайте активно. Я буду вам в этом помогать. И я заключил договор с учеными. Они будут здесь участвовать в этом вопросе. Так тут сказочная территория. Смотрите, давайте так. Еще раз говорю. Если сказочная территория, что я покупаю землю там, а не у нас? Ну, вы еще не распроводили нашу землю так сказать. А ну, подалите какого у нас состояния. Вы не полукасы? А что вы говорите? Я просто сейчас... Я вам привяжу. Ну, так я за свой покой в ДДРК, люди. Все сутки расходовы. А вы сейчас за себя обезговорились? Ну да. За себя. Ну да. Территория ж продана, ну понимаете. А что ж, я не могу остановить. А вы не сможете через суд повернуться? Давайте я сделаем так. Моя позиция такая. Я делаю причина тому, что продано. А вообще ничего не мало. Давайте сделаем так. Если даже продано. А те люди уже уже попили. Да. Они должны сделать что-то там где-нибудь. Ложите. О! Вот это при трассе. Я вас сюда, клиент. А мы должны с вами, с вами что-то вон приходить. В Коблево, например. Люди. Целое огромное количество людей летом на пляже. По нему нужно пройти. И люди все торгуют. Могут работать. Ваше село будет. Да у нас интереснее, зачем вы нам заходите. У нас интереснее сюжет. Я вам рассказываю, что у вас должно быть. Вот я, Валентина Дмитриевна, только у нас. Вся на сегодня Коблево, да, живет за счет сезонных. Да. И я хочу, чтобы у вас так было. Так это вот у нас так будет. У нас уже все продаж. Я хочу. У нас все продаж. Я хочу. Что это сделать? Коблево, дьявол, дьявол. А что это, все поза межами села. Мы все боимся. Да,putа. Господи, депутаты, где граница Сычалки и Южного, где закинчиваются? Две церкви полы, где закинчиваются границы? Граница Южного, где? Граница Южного, где закинчиваются границы? 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 Я хочу вас заострить, я думаю, камер на вас на прием. Такая ситуация. Я не владею конкретно. Вы прокопливали, а что нам прокопливали? Я зачем вам прокопливал? Я вам рассказывал, что я в прошлом, когда у вас здесь был, где жалят, в Паливу, где они здесь, там. И они рассказывали о том, что мы сейчас, у нас все лучше, и почему визирка там? Я объяснял, что визирка не потому основная должна быть, что у вас есть мы. Нет, мы будем основная. Нет, я рассказываю, о чем проблема. Вы к нам придете. А потому что там есть мы и там есть бюджет. И вы к нам придете. А кто к кому придет, это вопрос такой вопрос. Ну мы свой бюджет поднимем. Вот когда вы поднимете себе бюджет? Что у нас генеральный план? Сделаем. Через год. Ну я не самый базарный. Ничего. Ничего. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Генеральный план делается в год. Как говорили с детства? Помните такое? Если вы, так вы, то выросли. Давайте сделаем так. Вы там инвестора хорошего привозят на эту территорию. Куда? На эти территории, бары. Мы летели на ветром. И не ранее. У вас пока нет. Не ранее. Ваши села. Коды такие. Уже у нас. Я же девочке давно говорила. А мы садились с неким кодом. Поэтому надо говорить. Мы садились. Мы делаем. Мы делаем. Везерам. Все равно поработали человек. А с чистого? Интересно, с чистого. Он был рад. Он был рад. Изв sneaky. Извинили в горе. Или в городе. В городе, в горе. Прошу, пожалуйста, вы будете тратить вас в своем городе. В городе, я попрошу вас сочетать. Для города. В городе, я хочу сказать, что вы ждете под ними руку. Я хочу сказать, что наши соседи, с одной стороны визирка район, с другой стороны южно, к нам в село сейчас принесли раздор. Сегодня у нас общество раскололось, это правда, но я в то время был отлично, я будущим депутатом был сторонником объединения с Южным. Тем не менее, сегодня мы успокоились, мы сказали, никуда, меняться не будем, поэтому передайте, как вы, потому что мы с та стороны районные, в Атеи, в Уждеке, вот это мы с вами, значит, пожалуйста, приходите к нам, мы будем дружить, мы будем совместно работать, ну не толкайте нас туда-сюда, пожалуйста, и так и мы скажем Южным, так и скажем вашей стороны. Кошельком-то? Да, если у вас возможность помочь, пожалуйста, вы приняете. Все, я понял, я понял, сейчас, я повторяю, я еще раз повторяю, я принимаю ваше предназначение, если вы не хотите, мы настаиваем, мы имели с кошельком, мы к вам приходить не будем, если вы не хотите, потому что нечего приходить с кошельком, если мы не хотим, ставить на нас бюджет. Понимаете? Поэтому вопрос такой. Я с большим удовольствием сниму эту проблему. Вы сами об этом потом пожалеете, потому что я знаю, что вам нужно помогать и знаю, чем вам потом помогут. Понимаете? А я бы предложил сейчас не спешить с этим вопросом. Вообще. Пусть каждый заключит договор о совместном сотрудничестве. Ну, вы увидите сами. Через время мы определимся. Это вы будете потом просить, поверьте мне. Потому что у нас бюджет будет 60 миллионов на много меньшее количество людей, чем бюджет в городе. И я хорошо знаю, как житель города, что никогда город не будет решать вопросы сельского населения. Я живу в городе Одессе на самом прекрасном месте, в фонтане. Частная дыма, город не решает эти вопросы. Но это не место этой сессии, и давайте не будем эти вопросы обсуждать. Я сейчас не пришел вас агитировать за труда или за другое место. Я вам сказал, давайте разделим эти вопросы. Не хотите, не будем. Будем общаться, решать вопросы по-другому. Поэтому, поверьте мне, я уже не первый день занимаюсь этим вопросом. И точно знаю, точно знаю, что через время вы сами будете проситься. А вас ищешь аппендицит Любополь? А? Аппендицит у вас ищешь Любополь? Аппендицит Любополь? Любополь у нас не будет аппендицитом. Мы в Любополе, мы будем нормально работать. Мы в Любополе, это, короче, у кого, чтобы это аппендицит? Дорогу надо сделать на Любополе. Да, 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 я знаю. Потому что мы бывшие жители Любополя. Там дорога вообще... Давайте сделаем так. Все пока говорили, я помог кордону сделать дорогу. Мы помогли уже, значит, частично Кирову сделать дорогу. Бросили пока щебенку. Сейчас я добью, что у них будет дорога. И в Любополе мы сами сделаем дорогу. Нам не нужен, не нужен для этого и никто. Любополь обязательно. Поэтому, поверьте мне, я знаю, что я говорю, знаю, что мы можем делать. И не буду просто вообще... Мне не нужно в бюджетах что-то брать. Понимаете, мы знаем, как надо решить вопрос. Слава Богу. Мне не нужно что-то доказывать. Я уже все доказал. Понимаете? Поэтому я не хочу обсуждать сейчас от вопроса, соединение или не объединение. Успокойтесь, пожалуйста. Спокойно решайте вопросы. Время само покажет. Кто лучше, кто хуже. Сегодня я хочу, чтобы просто понимали самый главный вопрос. Южный появился из этих сел. Из-за того, что появились предприятия. Никакого южного не было. Были предприятия, а теперь забрали, я прошу прощения, у предприятий, у сел территорий. Создали город. Отдали новым билярам, я прошу прощения, то, что на них там воняет везде. А платят они в город Южный. Чего же город Южный не пришел, что я не сделал биляр? Поэтому давайте сделаем так. Это покажет деятельность, покажет жизнь. Я знаю, что говорю. Я еще раз повторяю про это. Мне отсюда нечего, не откуда уходить, не откуда прятаться, потому что мои деньги здесь сложны. Я 27-й год здесь вкладываю, а дальше, кто возглавляет мои дети. А мэры городов приходят и уходят. Им нечего вкладывать, потому что они не занимаются бизнесом. Поэтому давайте посмотрим на этот вопрос. Кто лучше, кто хуже, жизнь покажет. Я сейчас не хочу это обсуждать. Я сейчас хочу вам сказать одно. Во-первых, я хочу вас поприветствовать и поздравить, что вы поприветствовали здесь. Закончились выборы, на которых все шумели. Теперь у нас предстоит на самом деле серьезный выбор. Если вы думаете, что я просто так пришел, я вам говорю, я не дам жить вам и себе. Вы будете заниматься со мной. Нет, так вот не будет. А то мне там товарищ визирке рассказывал. Давайте ТИС будет платить деньги в бюджет, а мы будем управлять самоваром. Он сказал, знаешь, как парень? Крымой. Деньги, если я плачу, я хочу их контролировать. Куда они идут, я не ворую. Я хочу, чтобы деньги уходили на место. А мне не нужны контролеры просто так. Если мы делаем площадь визирку, пожалуйста, принеси свою копейку. Я тоже, я положу тысячу рублей, ты одну копейку положи. Или труд свой, извините, принеси сюда. И мы будем делать лучшее ваше село, а не так рассказывать сказки. Только по делам судят людей, а не по сказкам на разговорах. Поэтому сказки можно рассказать любые, а дело надо делать. Это первое. Значит, мы с вами учимуем стратегическую сессию. Через время все, когда ученые подведут, мы сядем, проработаем. Надо решать вопрос с рабочими местами. Это можно людям, которые живут здесь. Надо думать, то, что мы с вами обсуждали, как сделать так, чтобы увеличить границы села. Надо думать, в генеральном плане будем помогать. В том числе и денежно, потому что генеральный план бесплатно не делается. Уважаемый. А я хочу, кстати, как вам другие помогут. Значит, вы еще придете ко мне и сейчас пригласите, чтобы я вам помогал. А я хочу, чтобы Новацкину помог. А вы его пригласите. А вот вы его пригласите, пусть поможете. Он тоже обещал, уважаемый, обноватский. Он обещал, это еще не жениться. Знаете, обещать может все. А я говорю, что я буду послать, что я буду делать, чтобы делать. Я ему сказал, что я буду делать. Я ему сказал, что я буду делать. Только свои деньги вкладывать. С бюджетом я могу тоже, что ты просто смотри. Научись это делать, хватит болтать. Понимаете? Люди не хотят болтать. Люди хотят делать. Мне уже 60 лет, я не хочу, кто болтать. Я хочу делать дело. А подождите, а как же мы за нас будут сложивать деньги, если нас раз не пишут? Я буду вкладывать. А чего мы вкладываем деньги, и он никаких проблем не будет? Вот почему я пришел и сделал вас забор? Нет, я серьезно. А чего он не сделал? Нет, ну он договорный может основой. Да не что он договорный? Я говорю пока, что я сказал, что мы помогаем. А как медицины? Ну вы просто как областной депутат. Можно нам договориться с Южной, чтобы нас... Да Южная обязана нас обслуживать. Это что, Южная обслуживание? Это что, деньги Южного медицины. Нет, ну бюджет надо. Вот такие бюджеты будут вам помогать. Что вы переживаете? А как? Ну серьезно, как это? Договор с заключением будет помогать. Ну вот все, да. Все, никаких проблем нет. И пусть попробовать не помогут. Чтобы они нас прийтили. Конечно, прийтили. А какой бюджет? Это на медицину, для работы? Смотрите, давайте я сейчас... Опять не переходим к вопросам Южного. В следующий раз я призываю, что я хочу сказать... Сейчас я не буду просто, понимаете, времени нет. Смотрите, я что хочу сказать, пожалуйста? Я пришел не спустим сюда. Мы развивали автобусы. И мы приняли решение, что один из автомобилей... Ну, один отдали в... Сверху. 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 А второй, там были натороллеры. А один автомобиль мы решили отдать в Сечер. Спасибо. Сверху. Значит, я попрошу вас вместе с депутатами определиться. Это будет от фонда столица определиться, куда вы будете использовать. Какое учреждение, кому вы дадите. Это вы должны сами определиться вместе. Это наше желание. Сегодня мы приняли такое решение. И я вам говорю, в ближайшее время мы вам дадим приедем плечи. Автобусы есть. Изменные комиссии. А вы еще нет. Не депутатами. Населены. Населены. А вы будете уже определяться, как с этим делом распорядиться. Это вот этот вопрос. Второй вопрос сказал. Мы сейчас с вами вместе займемся решением проблем с генеральным планом ограницы села. Дьяков сюда приедет. Мы с ним заключим договор отдельно. И будем решать этот вопрос. Все остальное, дебаты наши по поводу Южного и Южного, вы еще не знаете ни нас, ни людей. Вы меня видели так первый раз. Город Южного, вы живете здесь рядом. Вот сейчас мы будем с вами сотрудничать и будем так говорить. Я вас уверяю. Поверьте мне. И моему опыту. А у меня большое. И у меня что-то есть в жизни за спиной. Я что-то уже сделал. Поверьте мне, что вы еще сами будете приедете, пусть он соединиться с нами. Я вам говорю это точно. Когда-то Южный, Южный, когда-то совершил. Вы знаете, он совершенно страшно шли. Не инноваций, а другой был, который он наш. В сравнении. В сравнении. Он совершенно страшно шли. Он с нами зацепился не по делу совершенно. Непорядочно. Некрасиво повел себя. Я пришел и сказал, все, парень, не будет у тебя никогда вот этой части. Я поехал в фотоферковный город. Мы установили границу. Он бился головой в стенку, ничего не решил. Значит, и граница пошла вот там. Мы развились. А теперь Навацкий бегает и говорит, давайте визитка к нам. Вы думаете, чего хочет к нам этот визит? Что бюджет? Но мы, как налогоплательщи, здесь будем определенные весы и влиять. И мне не все равно. Я хочу, чтобы деньги шли рядом в то село, где мы находимся. Хватит дарить. Мы постучали, чтобы это находитесь. Если вы хотите, я только вместе с Визиткой. Или как депутат с вами готов общаться. А так только вместе с Визиткой. Все. Мы готовы. Я вам машину придам в ближайшее время. Вы придетесь. Куда? Только справедливо придмитесь. Что за машина? Деву. 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 Нет. Смотрите, еще раз повторяю. Я вам высказал такую позицию. Это мы будем шлить дальше. Я сейчас не хочу этого. Я вам ставлю. Вы сами через это время придмитесь. Но у вас есть только в бакути. Либо туда, либо сюда. Смотрите, не пожалеете. И пусть не пожалеют ваши дети. Я вас благодарю. Значит, мы с вами еще будем встречаться. Теперь у меня балансов в автодорке. Депутаты Государственного совета. Если мне будут поручать, я буду заниматься. Буду участвовать в этом. Но тогда и я, и депутаты из города Южный вместе будут помогать и решать со мной эти проблемы. Хорошо. Выложить вопрос о смотровой площадке. Да. Андрей Алексеевич говорил о том, что он сделал. Когда мы сделаем офис, построим. Это у нас просто не до этого времени доход. Мы сначала должны закончить производственную часть. Когда мы построим ее, мы сделаем там офис. Вот там будет офис, там будет смотровая площадка. Это мы обещали, мы сделаем. Но это не будет завтра. К сожалению, мы вкладываем огромные деньги. Мы сейчас вкладываем инфраструктуру 60 грн в долг. Кроме того, что мы строим причалы, это отдельные деньги. Поэтому мы вкладываем огромные деньги и огромное развитие в нас. Но первое должно быть производство. Потом уже все остальное. Смотровые площадки и все остальное. Вы сегодня подарили автомобиль для сечапской сельской рады. Почему вы приняли такое решение? Почему? Просто приняли такое решение. И все. Один автомобиль ему отдали семке, а один автомобиль – сечапке. Во-первых, я не про депутатов. Поэтому я решил, мы определились, где у нас так голосовали. Мы просто приняли такое решение. Решили помочь. Это наши права. Видите, мы это сделали не до выбора, а после. Поэтому нормальные деньги. Ну, это понятно. Вы шли от Сечапки, Визирки? Я шел от 14 сел. От всех сел, которые связаны с Лимановым. Отсечапки, Визирки, Шампалов. У меня очень тяжелые села Кирова. Кордон. Ну, такие села. Новая Беляра. Вы во все сельские советы будете приезжать? Во все. Вот сейчас я еду в Новая Беляра. Я во все сельские советы буду приезжать на каждую сессию. И на районах сессии я тоже буду. Всем дарить, да? Нет. Всем буду дарить то, что захочу. Это мое право. Я из своего кармана могу дарить, что хочу. Хотелось бы и другим это делать. Предложить. Тем, кто... Чтобы они не только в карман плали, а из кармана выливали. Есть ко мне еще вопросы? Спасибо. Вы считаете, что я...